В эфире программа темы в деталях в студии. Сегодня работаю я Ольга Максимчик. Всем добрый вечер. Гость эфира. Шарейко Виктор Казимирович, директор унитарного городского предприятия Гродненское троллейбусное управление. Добрый вечер. Сегодня будем говорить про электротранспорт, транспорт будущего. И прежде чем начнем мы беседу на эту тему, давайте может быть вспомним все-таки о штате вашего управления, количестве маршрутов, количество рейсов. Сколько может быть ежедневно вы перевозите пассажиров? На сегодняшний день мы перевозим порядка 100 тысяч пассажиров ежедневно. У нас перевозим их на текущий момент на 20 маршрутах, несмотря на то, что у нас в городе есть и 23 маршрут. Но тут такая ситуация, что есть такие укороченные маршруты, которые три маршрута, 16, 17, 18, на сегодняшний момент они не выходят на линию. Работает у нас больше 550 человек, из них половина это водители, остальные там ремонтники, контролеры, обслуживающий персонал. Если мы говорим с вами о электротранспорте, и я в начале эфира сказала, что это действительно транспорт будущего, давайте вспомним, что по нашим городским улицам поехали электробусы. Насколько эти маршруты позволили полностью охватить все районы нашего города общественным транспортом? Вы знаете, это действительно такая очень хорошая тема, и мы гордимся этим, потому что я хочу сказать, что не только в Белоруссии, но и в сопредельных государствах этого не было. Вот сегодня мы можем говорить, что в том же Минске раньше они сделали ставку на электробусы, которые постоянно должны заряжаться, и поставили зарядные станции. Но сейчас Минск уже отошел от той концепции, и поняли, что правильный выбор сделали мы. И вот в текущем году они приобрели 70 троллейбусов с автономным ходом увеличенным, в этом году у них до конца года они должны получить еще 150. То есть, я уже не говорю про то, что когда мы, скажем, в 2017 году, в январе 2017 года впервые выпустили на линию троллейбус с автономным ходом, увеличенным по 20 маршруту, значит, у нас были в гостях 17 городов Украины, и сейчас и на Украине, и в Днепропетровске, и в других городах троллейбус с автономным ходом. Были все города Республики Беларусь, и сегодня я хочу сказать, что и в Витебске уже таких троллейбусов больше, чем у нас, кстати, и в Минске, и вот Гомель, все они развиваются в этом направлении тоже. Но я уже не говорю про то, что и в Санкт-Петербурге появилось 12 маршрутов, они были у нас на открытии, была Москва, Петербург, ну, в Петербурге 12 маршрутов тоже таких появилось. Поэтому они действительно позволяют зайти в любую точку. Кстати, все вот эти маршруты у нас 20, 21, 23, основополагающие. 22, он такой укороченный 21, потому что он соединяет Альшанку с Азотом, и когда вот Азот, надо людей завести на смену или привезти обратно домой после окончания смены, троллейбус сходит по 21 маршруту. Когда не надо, он наукороченный вывозит людей как бы из Альшанки, он сокращенный, поэтому он 22. Так вот эти все маршруты, 50% своего пути, или там, скажем, движения, они проходят в режиме электробуса. Даже в мире, если правильно говорить, это не троллейбус с автономным ходом, это электробус с динамической подзарядкой. И, конечно, в связи с тем, что по планам у нас в городе должно было быть построено очень много тяговых подстанций, и в районе Химволокно, и в районе Колбасино, но мы не строим тяговые подстанции, это огромные деньги, которые надо, контактная сеть, все это требует затрат. А сейчас в режиме электробуса мы можем пустить эти троллейбусы в любую точку. Сколько может двигаться самостоятельно такая машина от подзарядки до подзарядки? Вы знаете, есть такие две маленькие концепции. Одни троллейбусы с автономным ходом, они полностью экологичны, как у нас. У нас ходят с автономным ходом. Да, то есть на отопление в зимний период троллейбус потребляет, ну, скажем, столько же, если не больше, чем на движение. И вот просто, если мы говорим про зимний период, то эти троллейбусы проходят не менее 15 километров с полной загрузки, 18 тонн, с отоплением совсем 15 километров, даже разговоров нет. Летом, когда нет отопления, естественно, они могут пройти значительно больше. Ну, в частности, у нас были такие, ну, такие, несколько акций, когда мы возили ветеранов войны, да, с химиков до, значит, привала. Да, ну, там, естественно, было больше, отключались, и они просто в режиме электробуса туда и обратно возвращались. То, конечно, ну, это когда в летний период, когда отопления нет, они могут проходить там больше 20-25 километров. И многие люди, кстати, хочу вам сказать, спрашивают сейчас, ведь у нас уже вот эти троллейбусы, которые в 17-м году мы запустили, они уже прошли порядка 400 тысяч километров. Ну, кто-то чуть меньше, кто-то 400. И получается все-таки такая эксплуатация, когда они каждый день по 20 часов в пути. То есть на каждый троллейбус 4 водителя. То есть они все время в выходные, в рабочие, в праздничные дни, все время этот троллейбус курсируют, все время они работают, эти троллейбусы. Поэтому они прошли такое большое количество километров, но мы проводили такие тесты, пускай какие-то, ну, может, не совсем научные, но такие просто показательные. Проезжали, смотрели, так вот емкость этих накопителей, вот могу всем честно сказать, что она не уменьшается пока. Так как нам заявил, заявлял в свое время профессор Иванов с Москвы, с которым мы вот начали сотрудничать благодаря нашему председательству горосполкома, когда мы там собрались и вот первые эти вот троллейбусы, белкоммаж для нас сделал. Вот он сказал, что 8 лет даже емкость аккумуляторов не будет падать. Вот мы уже, скажем, больше 3,5 года отъезда, емкость абсолютно ничего не упала. Вы вспомнили, что зимой могут преодолеть они 15 километров. Не менее 15 километров. А давайте вспомним самый продолжительный маршрут в километрах по нашему областному центру. Но вот самый большой, это новый 23-й. Вы знаете, что на день освобождения города Гродно, значит, у нас в этом году, мы такой как бы подарок сделали, мы реализовали собственными силами проект, который позволил нам, проложили мы порядка 6 километров кабельных линий, 12 километров контактного провода повесили по улице Маслакова и Суворова. И конечной точкой вот этого маршрута стало Грандичи-2 с микрорайоном Ольшанка, улица Адельская. Это в самом там, скажем, на окраине Ольшанки. Вот этот он круг 2 часа 40 минут, понимаете. Там это достаточно такой, очень большой такой маршрут. Сегодня на этом маршруте 7 машин. Этот маршрут очень хорошо мы, так сказать, совместно с горысполкомом, с оператором городских перевозок, пассажирских выбрали. И что он пользуется очень спросом хорошим. На первом этапе это был Колбасино и до Девятовки 5. Потом мы продлили на улицу Саяпина этот маршрут, а сейчас продлили еще до Ольшанки. Поэтому самый длинный маршрут сегодня это этот, да. Что может сделать электробус еще более популярным? Вы вспомнили о том, что в 2017 году впервые такие машины появились на улицах нашего города. Но надо сказать, что они были и первые из всех регионов нашей страны. И не только в стране. Ближайшие это не было ни в Литве, ни в Польше, ни на Украине. В России были только экспериментальные несколько машин. Как будет развиваться этот вид транспорта? Будет ли он развиваться? Или что сдерживает его темпы развития? Если мы говорим про наш областной центр, как сделать его популярным? Я вам хочу сказать, что это однозначно, что развиваться этот общественный транспорт будет. Потому что даже не надо смотреть на нашу страну. Хотя в нашей стране многое для этого делается. Но даже мировой опыт показывает, что все мировые концерны, кто проводит легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, все настроены на то, чтобы выпускать, переходить на электрический транспорт. Потому что это и с экономической точки целесообразно, и с экологической очень важно. Все же подписывали Парижский договор. Поэтому даже можно сказать, недавно было, полтора года назад, встреча у нас в университете. Приезжали руководители всех городов общественного транспорта. Встречались с нашими руководителями, с нашей республикой. И в той же Польше, в Варшаве, дизельные автобусы не покупают. Покупают электрические. В той же Москве электрические. Или гибриды, или чисто электрические. Потому что и коэффициент полезного действия у электрического двигателя больше 95%. В то время как у двигателя внутреннего сгорания максимум 40%. И перспективы, то есть на сегодняшний момент. Что сдерживает? Сдерживает только именно накопитель электрической энергии. Хотя, я хочу сказать, что этот процесс идет. Я, честно говоря, когда мы в 2017 году вначале запускали, думал, что он будет быстрее. Думал, что инженерная мысль. Потому что те же батарейки, это и в компьютере, и те же батарейки в детской игрушке, и в космической отрасли. Ну, везде. И в наших телефонах. И все думают о том, как увеличить емкость. Батарейка, по-моему, это, конечно. Как увеличить емкость при том же объеме, при том же весе. Но такой большой эволюции не прошло. Каких-то новых материалов пока над этим работают. Хотя многие говорят, что уже есть серьезные какие-то подвижки и успехи. И мы видим, что увеличивается режим автономного хода. Но даже у нас, при том же... Вот мы в конце прошлого года получили 10 троллейбусов с автономным ходом. Накопители той же фирмы, того же объема, того же веса, но уже емкость на 10% выше. То есть прогресс все равно идет. И когда наука, скажем, сейчас все быстро развивается, да. Но и когда, значит, вот эти накопители станут немножко, скажем, легче, да. Емкость увеличится, наверное, это уже будет тогда намного и дешевле. И это будет тогда, все это будет очень быстрее двигаться. Хотя есть такие страны, как Норвегия, мы знаем, да. Там сегодня продается половина легкового транспорта. Люди покупают это уже электротранспорт. Как будет дальше развиваться троллейбусное управление? Может быть, вы планируете новый маршрут или закупку транспорта для нашего областного центра? Может, еще какие-то планы до конца года? У нас много очень желаний, пожеланий. Но это все связано, опять же, с единицей. Вот эти троллейбусы, которые у нас есть, 15, они, поверьте, мы, они все время в работе. 20 часов в сутки мы постоянно, если вот не случается какая-то беда. Вот недавно у нас, вы знаете, была, к сожалению, такая ситуация, когда была аварийная ситуация, и пострадали наши пассажиры. Я хочу сказать, что они все застрахованы, конечно, пользуясь случаем, что все будет выплачено, насколько это возможно, да? Да, когда лопнуло колесо. Когда лопнуло, да, в МАЗе, был полностью нагружен МАЗ, выезжал, к сожалению, вот такая ситуация. И он сейчас, конечно, этот троллейбус стоит, потому что надо следственные там мероприятия провести, вот милиция там занимается, все остальное мы не можем даже его поремонтировать сегодня, поэтому он стоит. А так у нас вообще этот транспорт, ну, постоянно, и все завязано на этом. Мы сегодня, конечно, нам бы хотелось развиваться, нам бы хотелось бы идти, мы готовы к этому. Наши все водители прошли стажировку, вот на этих, ну, практически все мы прошли стажировку. Но сейчас уже такой боязни нету. Раньше они боялись, как это, вот, знаете, вот на остановку приехал, пока пассажиры заходят, выходят, водитель нажимает на кнопку, и вот он должен подъехать так, чтобы словить, чтобы, ну, только приемники попали в ловушку, да, то как-то были какие-то бои. Сейчас такой проблемы нету, мы все готовы, только вопрос стоит в приобретении. Вот на открытии, значит, вот этих вот маршрутов, которые, там, вот мы продление 7-го, 14-го по Суворово, открытие 23-го продление, город будет развивать, город будет покупать, и мы уже провели и переговоры, у нас есть наработанные слизиновые компании, все готово, но все как бы в деньгах, понимаете? Поэтому мы можем в любой район приехать, учитывая нашу конфигурацию контактной сети, мы можем практически в любой район, поэтому все зависит от того, будет у нас такая техника, тогда да. Из таких новинок я хочу сказать, что вы, наверное, слышали, что вот на МАЗе был экспериментальный автобус, электробус, да, значит, у него там больше 150 километров он может двигаться в режиме, да, значит, электробуса, у него нету даже, он подзаряжается от зарядной станции, то есть мы могли бы, и мы так, так и будет, и было поручение президента, что в течение года, это весной следующего года, в каждый регион по одному такому, значит, автобусу купить, электробусу. Значит, мы рассчитываем, надеемся, что вот эта информация такая уже подходит, МАЗ над этим работает, мы были две недели назад на Минском автозаводе, они как-то раньше с нами еще как-то не разговаривали, были все время привыкли к дизелям, а сейчас их конструктора, мы встречались с замгенерального производства, конструкторы, потому что мы наработали определенный опыт, у нас есть и Белкоммашевские троллейбусы с основным ходом, и МАЗовские, и мы здесь первые, мы хотели донести, над чем им работать, чтобы следующее, когда мы получим, чтобы у нас новое техническое задание, чтобы они над какими узкими местами они должны поработать. Ну что ж, будем завершать эфир сегодня, вам огромное спасибо за интересную беседу, а с нашими телезрителями я прощаюсь, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова